Евросоюз Прежде всего я хотела бы ясно заявить, и здесь я говорю от имени Европейского парламента, мы бы хотели, чтобы Украина как можно быстрее стала страной-кандидатом. Украинцы воюют ради нас, они ведут войну в Европе, сражаются против авторитаризма и диктатуры, которая запугивает, угрожает и шантажирует весь Европейский Союз и весь наш континент. Если мы не скажем, что мы готовы открыть свои двери для стран, борющихся за фундаментальные ценности, которые мы разделяем и которыми гордимся, то как мы со всем этим справимся? Наряду с политической поддержкой лидеры бизнес-сообщества здесь в Давосе обсуждают и такой вопрос, что со своей стороны они могут сделать, чтобы помочь Украине, какие миры реализовать. И речь идет не только о европейском, но и об американском бизнесе. Суть послания бизнес-сообщества заключается в том, что у бизнеса в России нет будущего. Поэтому сейчас в центре внимания находится Украина. Речь идет о том, чем в настоящее время занимаются предприятия. Оказанием гуманитарной помощи, открытием своих фирм в Украине. У нас много компаний, которые пострадали напрямую. У 20% членов торговой палаты бизнес потерпел крах, 7% лишились сотрудников. Мы с нетерпением ждем периода реконструкции, который действительно будет играть огромную роль для бизнеса в восстановлении новой страны в Европе 21 века. Швейцарский Давос – невероятно живописное место. Здесь постоянно проживают около 11 тысяч человек. К ним на время мероприятия прибыли более 2,5 тысяч гостей. Для комфортного передвижения им предоставлены шаттлы. Евронюс воспользовался возможностью сопровождать некоторых приглашенных. Меня зовут Беджамин Эмер, я француз, живу в Париже. Сюда меня пригласили, чтобы я стал членом жюри конкурса, по итогам которого выручают награду лучшим стартапам, тем, которые пытаются изменить планету. Сегодня мы считаем, что мир должен быть децентрализован. И пусть молодежь говорит нам, чего она хочет и что ей нужно. А не старшие люди рассказывают нам, что они сделали. Я Тушар Сингви из Объединенных Арабских Эмиратов. Расскажите, почему вы приехали в Давос? Для бизнеса и чтобы встречаться с людьми, наладить контакты, в том числе в сети. Это объединяет людей из разных слоев общества, разных отраслей и секторов экономики для решения мировых проблем. Реальных, значимых задач, которые требуют многостороннего подхода.